Кто сказал, что будет смотреть запись, поэтому добрый вечер всем. Сегодня мы с вами поговорим, наверное, буквально коротко, потому что я понимаю, что здесь либо всё, либо ничего. Биография настолько обширная, настолько объёмная, что здесь можно делать сразу целую конференцию, наверное, что, собственно говоря, и происходит, потому что какие-то акты, какие-то семинары, нескольких конференций я даже купила подостать. Но, безусловно, фигура, которая как-то выплыла в наших беседах, и мы вот решили её даже посмотреть. Но учитывая, что смотреть нужно с небольшим прицелом, сегодня пораскидываю фишки, чтобы было как бы понятно, за что цепляться. Ну или, по крайней мере, если вдруг там появляются какие-то герои, то есть на что смотреть. Безусловно, то есть мы не уходим в фильмы, то есть сегодня сегодня задача такой не стоит. И, возможно, сделаем тогда повторы для тех, кто не придётся смотреть и обсуждать кино. Просто уже после того, как мы там нароем что-то и посмотрим. Тогда будет более, как говорится, наверное, понятно и нам самим, и, соответственно, и вам самим, если вы сами посмотрите фильмы. Про что это? Собственно говоря, я даже назвала это на проводе у ретрата, потому что даже я не могу замахнуться целиком на то, чтобы вот рассказать от и до, потому что мне кажется, что это нереально. А мигните мне, пожалуйста, кому вообще ничего ли отзываете. Я думаю, что присутствующим-то он точно должен отзываться, по крайней мере, из тех, кого я на всякий случай спрошу. И смотрели ли что-нибудь? Мурлыкните мне, пожалуйста. Мы-то точно смотрели хотя бы один фильм, ты точно смотрели? А вдруг кто-то смотрел ещё что-то? Ну, я уже посмотрела первый фильм из киноклуба. Я уже посмотрела первый фильм из киноклуба. То есть у тебя уже два. И я тоже. Ну, как минимум. Как минимум уже два. Окей. Ладно. Иди. Хорошо. Я тоже два. Два-два-два. То есть на самом деле у нас режиссёр, который родился в 2015 году, и, собственно, который видел и, наверное, зафиксировал в своих кинохрониках всю историю Италии прошлого века. Ну, то есть это на самом деле удивительно, абсолютно, кажется, персонаж. И вот его можно, наверное, считать даже определённым летописцем. Он считается отцом целого жанра комедии по-итальянски. За всю жизнь снял 66 фильмов, записал 80 лишних сценариев, поэтому все четыре, которые мы как бы выхватили, так вот чуть-чуть случайно, чуть-чуть не случайно для того, чтобы прицениться, посмотреть и вообще как бы понять, а оно, не оно и так далее. Имя знаковое для итальянского кинематографа. Безусловно, на него ссылаются очень многие кинокритики, его цитируют, на него идут, соответственно, киноцитаты на его фильмы. Всю свою жизнь он посвятил кинематографу, даже его личной жизни. Он всегда говорил, что для меня кино важнее. О семье мы знаем, на самом деле, не очень много. Сейчас я достану записки, потому что я решила немножко почитать из его биографии. Он дал, он есть, называется, ауторетракту. О семье известно, на самом деле, немного. Известно, что отец был очень известным театральным политиком-журналистом, и, наверное, благодаря отцу, Муничелли сразу же попал в такую среду, то есть у него было общение, и в друзьях были мандадори, были, соответственно, режиссеры, поэты, то есть интеллектуалы того времени. Мать, он либо помнит плохо, либо специально о ней ничего не говорит, потому что мать, он говорит, что это да, то есть он сам отвечает, то есть это, на самом деле, как бы очень странно, потому что, зная, понимая, как итальянцы относятся к матерям, вот это взаимоотношение с матерью, даже в автобиографии, оно как-то заставляет задуматься, возможно, именно поэтому фигуры матерей, которых он рисует, которые появляются в его кинолентах, они, несмотря на то, что Муничелли всегда говорил, потому что я не снимаю кино про себя, я не снимаю кино про... То есть там нет ничего моего автобиографичного, все-таки, наверное, он как-то вот у нас. И семья была достаточно большой, там было 6 детей, было 4, соответственно, мальчика и 2 девочки, но дети не общались, то, что принято считать, вот эти вот сборы итальянской семьи за ужинами, он вспоминает, что это было безумное какое-то напряжение, и он даже никогда не мог усидеть и высидеть с этими ужинами, которые, когда нужно будет, вам говорят, садить за стол, это не может не садиться. И вот ту семью, которую он описал, соответственно, жил, писал, «Краспарентис и Артентис», он говорит, что да, это я понимаю, что это на самом деле. Но то есть семья, какой я ее вижу. Муничелли, его знали как такого человека, который не лез за словом в карман, он очень жестко мог всегда ответить, он очень колко всегда выдавал налево-направо и друзьям по цеху, вообще всем тем, кто его окружал, то есть он, в принципе, не стеснялся. Что касается отношений с религией, всегда считал себя атеистом, отец, соответственно, по определенным политическим соображениям сначала был фашистом, потом резко перешел в антифашисты, и в связи с этим семья переезжала из Рима в Ярэджо, потом в Милан, поэтому у Муничелли там был достаточно такой большой круг общения, смена школ, но, наверное, благодаря этому возникли какие-то его, возникли первые дружбы, именно благодаря этому появился, например, первый фильм, который он снял вместе со своим кузеном Сандадори. Фильм, на самом деле, фильмы на этот сюжет больше, чем один в истории кинематографа, потому что достаточно такой расхожий был роман, то есть фильм, роман получается, начали тридцатых, жил, писал, соответственно, детей, то есть мальчишек, то есть возрасте 19 лет, наверное, поэтому очень хорошо лег, и Муничелли он удался. что касается основных тем, то, наверное, одно из таких, то есть я буду такими зигзагами бегать по биографии, то есть, наверное, да, Муничелли сам говорит, что никогда не рыдал, наверное, первый и последний раз, когда он сам говорит, что я плакал, это было самоубийство отца, которое произошло в мае 1946 года, и когда Муничелли сказал, что я понял, почему он это сделал, то есть отец оказался ненужным, именно, наверное, вот этот вот вопрос нужности, ненужности, как бы вопрос возможности, возможности, желания прожить достойную жизнь, Муничелли никогда не стоял, Муничелли сам покончил, если почитали биографию, сам покончил жизнь самоубийства в возрасте 95 лет, и что касается похорон, то это его, на самом деле, одна из любимых тем, потому что он говорил, что плохо, нет ничего веселее, нет ничего ярче, раскрывающего характер, чем похорон. Как бы это странно не звучало, потому что... Подождите, я про похорон, то сейчас не вижу, интересно. На микромедии соно спец отраверсата да он ассистенте сенсу диморте, и мальтифильм лошэна кявы эун фунерале. А, ты уж видя, там Собетиньоц, и бургези пикколо-пикколо, в этом десятки фильмов. И фунерале соно лакоза пиу зиларанте соно лакоза, мальтифильм, в армию, то есть, так как ты мог, соответственно, с военным билетом прийти, тебе сразу задавали диплом, он как бы потом впоследствии вспоминал, говорил, что я даже не знаю, как бы, мой диплом, он вообще имеет место, чтобы быть, или не имеет место, потому что, по сути... по сути дела, он не доучился, поэтому он смеет, очень много цитат, которые связаны с плясками в костях, керидору, ла морта и так далее, потому что Муничелли всегда считал, что он считал, что жизнь пережил там буквально не один раз, потому что потом дойдем, у него было одно событие в жизни, которое обходит стороной, практически нет упоминаний по крайней мере в русском интернете общения нашла, в итальянском буквально одна статья, упоминание, но упоминание есть у него в Южном, его в автобиографии он сам вспоминает этот момент и в еще в одном в одной книге, которая где описывать его жизнеописание такое. Прославился в 50-е годы, не буду сейчас опять реакцировать к истории, потому что кто как Джованни лучше вам всех прочитал, что происходило в Италии в 50-60-х годах, то есть нужно, если просто нужно, просто присмотреть лекцию, все материалы остались. И здесь, конечно же, Муничелли он снял буквально с десяток фильмов, комедий суток, пока не работали в такой паре со сценой, и первая полнометражка вышла, «Летний дождь», и уже потом, уже после как раз военного периода он возвращается, ставит с Тато несколько комедий, все абсолютно прекрасные, вот одну мы посмотрим буквально через неделю, они не сказать, чтобы они прям такие легкие, веселые, они оставляют задуматься, безусловно, фиксируют определенные какие-то моменты в жизни, общества, потому что все-таки Муничелли, он действительно как бы смотрел за тем, что происходит, и старался отразить это в своем кинематографе. Комедия по-итальянски, ну вот, расскажите мне как раз про комедию, то есть я вам тут как бы подсказку, потому что они говорят, а что же из такого аппаратиса, какая-то комедия, там вообще просто все было. А что же такое комедия в итальянском восприятии, давайте, я не знаю, такие, как раз именно на тему комедий, что скажете? Даже Лина. В общем, все на месте. Кто такая комедия? И что такое, почему у Дантовской называется комедией? Комедия это жанр противоположной трагедии, когда главный герой остается жив. Но Дантовская была, да, то есть как бы противоположность трагедии, но Дантовская она же была не из-за этого так названа. Ну, почему? С ним происходят различные перипетии, но в конце герой, в принципе, остается жив, поэтому и называется это комедией, в отличие от трагедии. В отличие от трагедии, ну, плюс Дантовскую здесь, конечно, там нужно рассматривать на то, на каком языке было написано, получается, все, что не писалось, соответственно, на латыни, то есть в высоком языке, то есть Аданто на латыни это все не написал, поэтому, как говорится, больше, чем комедии, на больше, чем комедии это не тянет, то есть в том числе и поэтам, да, то есть по сути дела комедия это не то, что всегда весело, и, собственно говоря, думаю, что и Паранти Серпенти, если посмотрели первый фильм, это все, кажется, отразилось. Как называют, что говорит, соответственно, сам Муличель, это его цитата по сути дела, рассказать драму какую-то определенную, то есть какой там комедия, то есть это не американская комедия, вообще ни в каком разе, да, это как раз про то, чтобы обозначить какие-то моменты достаточно печальные. Ну, как он продолжает, он говорит, что она комедия на нашей, то есть линдия итальянная наша комедия и Данте, и после так, перипечатали, сякемата Дивина Комедия, и она полетчатая ди Бокаччо, потому что Дивина, что сервало, про Данте и синимало Ла Комедия, и на Комедия ввене и то, как Лен сказал, то действительно там в комедии может происходить вообще все и абсолютно все, поэтому тут нет никаких сомнений в том, что необязательно это должно быть какое-то веселое действие, и необязательно герои это те, которые прям вот, что-то тут происходит очень весело, иногда вот социальные типы, которые вырисованы как раз в Муничеле, они смеяться там негде, хочется очень очень громко плакать, но тем не менее вот так. Если будете искать, про Комедия Литальяна написано очень много, из последних обновленных изданий есть Диаку Велли, он перепечатан в 13-м году, в 90-м было первое издание, где-то в 13-м а вот даже в 15-м вышло, соответственно, следующее, поэтому Комедия Литальяна там получается Растори, Логили, Лиаутори и так далее. Если хотите полистать, листайте, потому что, естественно, одним Муничеле у нас Комедия Литальяна не ограничивается, я надеюсь, что все-таки буквально, наверное, в октябре мы увидим, по крайней мере, я уже хочу сейчас видеть последние переговоры. К нам придет прекрасно Юля, которая закончила сапиенцию как раз по факультет истории кинематографии и вот мы с ней обозначили, что она расскажет про как раз там Медия Литальяна там есть в перечне тем, чтобы на эту тему тоже поведу уже такое более экспертное мнение послушать практически от первой источнике по крайней мере людей, которые получили образование. Знаковых фильмов очень много, понятно, что из шести из шести нам выбрать что-то очень сложно. Мы, опять-таки, мы начнем смотреть первых четырех, и я думаю, потом даже, возможно, посредине пути посмотрим, как пойдет, можем что-то заменить, то есть я просто для всех, кто придет, соответственно, обсуждать. Первое я как бы обозначила, но, конечно, хотел бы еще посмотреть «Прияма Кассия Хэммина», потому что отношение к женщинам это отдельная вообще история у Манчелли, потому что всегда хотел дочек, он никогда не хотел сына, в общем, и даже когда Тави его дочка ждала, получается, внучку, то есть там тоже были отдельные на эту тему беседы. Снял он, наверное, мне кажется, весь итальянский бомонд, весь самый первый топовый актер и актрисы Манчелли сыграли, все просто красотки итальянского кинематографа, они его сыграли, безусловно, если он снимал «Кто судьи делал» с 15-х, начиная, то есть там с 30-х, то понятно, что в 50-м они все приходили, и он достаточно легко выбирал, он, как отмечал в своей биографии, что у него не было проблем с выбором ни актеров, ни актрис, причем даже наверное то, что некоторые кинокритики писали, говорили, что вот, то есть нужно было на эту роль кого-то другого поставить, у него достаточно была жесткая позиция, как у даже не тосканца, а как он говорил, у жителей яра идет, то есть как бы у жителей в Версиле, то есть у нас, говорит, мы отдельной категории, то есть тосканцы и жителей, поэтому, если он себе, то есть как бы, у него было понимание, что это роль, он хочет стать Лорен, то есть, соответственно, она там играла, если он там с Маньяни у них точно сложилась, по крайней мере, ту роль, которую он пытался предложить несколько раз, то есть Маньяни, которая была уже на тот момент такой великой актрисой, известной, очень много капризничала, и поэтому вот Маньяни, наверное, как отмечают кинокритики, во многих фильмах Монечелли не сыграла, помню. Зато вот Витория Газма, Витория Ду Си, Кольберто Сорди, вот мужские, там можно найти, конечно, очень достойные, Монечелли номинировался несколько раз на Оскары, у него, наверное, собрал бы самое большое количество кинонаград, если вы смотрели его тоже биографию самых известных, то есть как раз «Большая война», мы знаем, что Монечелли служил, и, соответственно, он частично, то есть даже если он говорит о том, что там нет недоли, то есть какой-то его мыслей, его, соответственно, каких-то авто, авто, то есть в этих фильмах, но мне кажется, так снимать, снимать, наверное, все-таки нереально, поэтому так или иначе, то есть мы видим все равно руку автора во всех фильмах, которые он снял, соответственно, «Большая война» его, она все-таки носит определенный личный характер. Особое у него было отношение всегда к кино, он говорит, что «Почему он никогда не урет?» Он понимал, что он живет в абсолютно удивительную эпоху, когда только-только появлялось телевидение, только-только появлялось телевидение, то есть когда телевизор, то есть получается в 50-е годы там стоил что-то 200 тысяч лир, а это 4, грубо говоря, 4 зарплаты обычного рабочего, то есть это было просто немыслимо какие-то деньги. Монечелли понял, что за телевизием будущее и кинематограф начал развиваться по-другому, то есть понятно, что эпоха стала другой и требовала нового жанра. И вот, наверное, тогда и возникло то, что он сам назвал, соответственно, комедия «Итальяна» и то, что начали уже снимать не только Монечелли, но и его, соответственно, друзья по цеху. и коллеги по цеху. Что касается личностных отношений, то есть тоже интересная история, потому что нужно, сейчас я найду, то есть я сделка, долго веселилась на эту тему по поводу этих жен. Солерни считается второй, получается, официальной, первой женой Солерни, второй, соответственно, Киаро Рапачини. Но, если верить, соответственно, биографам Монечелли, до этого была еще одна дама. То есть, как бы Монечелли женщина любила, на самом деле. Он как бы не отрекается от этого, но, учитывая, что у нас речь идет о все-таки католической Италии, понимаем, что очень проблематично было, например, развод появился только, напомните, мне в 60-м. А нет, да, в 70-м, 1 декабря 70-го и в 78-м он, соответственно, то есть, в 78-м он плавнитесь от этой Солерни развелся. До того, как он женился на Солерни, минуточку, но была еще одна, то есть, по крайней мере, биографы отмечают, что была еще одна. То есть, я его больше нигде не нашла, то есть, как бы сам он не в полице, естественно, но вот, в тех работах, которые фиксируют его взаимоотношения с дамами, то есть, это все есть. Поэтому, он встретился, то есть, с Солерни, у них в браке родилось двое дочерей, вот Авиа Мартина, Мартина ему потом подарила, соответственно, внуков, а в 78-м, то есть, как бы, в 70-м, или развод, в 78-м они развелись, и он на площадке, а Мичи Мей встречаются с Киарой Рапачини, который там играл где-то в массовке, то есть, она была студенткой, которая вообще случайно там оказалась, но вот, любить ее возраст, видимо, покорнее, ему было 59, ей 19, то есть, вместе они прожили 30 лет, у них родилась дочь, но они потом расстались, то есть, Моничелли, он как-то, он говорит, что да, любить могу, но вот если любовь проходит, как говорится, извините, пожалуйста, да, не моменты, сделать в этой закладке, а потом, видимо, все потерял, и, что я вам хотела сказать, то есть, было очень интересно, вышли опубликованные воспоминания самой Кьяры, которые называются Гуайбачи, то есть, это фраза, которую она вынесла из детства, на самом деле, есть даже интервью, которое можно найти в сетке, посмотреть, то есть, которое говорит о том, что, какие отношения были с отцом, о том, что ему было не свойственно вообще вот эмоционально какая-то составляющая, то есть, с девочками, то есть, на самом деле, дочкам это очень важно. И, то, что Муничеля даже сам вспоминает, что он никогда ни одной своей жене и ни одной своей девушке не сказал, я тебя люблю. Он говорит, ну, это вроде как подразумевалось, но я не мог, то есть, у меня не было слов и не было сил этого сказать. То есть, на некоторой теме уж, мол, Муничеля стояла какой-то табул. Тут много можно рассуждать, то есть, как бы, либо, соответственно, поставить это под вопросом, то есть, но отношения с мамой все-таки сказались. Когда мама, то есть, эту большую семью, то есть, их было там шестеро, буквально всему там шестнадцать лет ему намекнуло, слушай, давай, иди работай. Хотя для итальянской семьи это тоже не очень характерно. Мама там взращет, то есть, как мамонит, все же все знают, все разнесенные. Тем не менее, то есть, мама Муничеля быстренько выкинула всех, то есть, сказала, ребят, работать, мне вас не на что кормить. И они действительно уехали все из дома, они все разъехались, и после того, как Муничеля попал, да, Муничеля попал в 87 году, вот страшная автокатастрофа, которая тоже упоминается вскользь, если вы будете искать источники, вы найдете буквально, наверное, пару статей, и больше ничего. А на самом деле, катастрофа, которая жизнь Муничеля так перевернула достаточно хорошо, встряхнула его достаточно хорошо, потому что ему на тот момент был уже 73, он, значит, признается в одном из своих интервью, что ему, он понимал, он давал как раз до этого какое-то интервью и говорил, что я считаю, что вот нужно, вот если я доживу до 70, значит, жизнь удалась. Значит, фильмы я уже снимала за те, которые за меня будут помнить, да, и, соответственно, жизнь свою я устроил. А тут, соответственно, случается эта авария, то есть он возвращался со съемок по непонятным причинам. То ли был усталым, то ли что-то случилось, съехал в кювет и врезался в дерево. Причем врезался в дерево так, что он принес порядка пяти операций, его были сломаны, то есть там тазобедренный сустав полностью, тазовый, то есть вот это, ну, как бы все, то есть, так скажем, база человеческого организма, ребра были поломаны, предплечья были поломаны, то есть он реально где-то полтора месяца лежал в больнице. Это, наверное, то самое страшное чувство, то, вот чего манитер всегда избегал. я не хочу, чтобы оказаться в таком состоянии, когда мне будут носить какие-то бульоны и провоцировать. Это то, что ему всегда причило. а тут, соответственно, он оказался запертым буквально один на один, семью не пускали, жену не пускали, буквально пускали там какие-то приемные часы, он там жутко вот лежа бесился, и как только его выпустили, он оттуда быстро как бы свалил на вилу к другу и сказал, что я буду там делать свои физиопроцедуры, то есть купаться в бассейне, отстаньте от меня, то есть, потому что и семья, то есть они не понимали, не понимали, что это, то есть, ну, физически они его забрать оттуда не могут, они повесили ему огромные часы, чтобы хоть как-то он понимал, что время идет, что он там не просто завис, и Киара вот как раз, вот Тавли как раз вспоминает, что это был, наверное, один из тех моментов, когда было видно, что он пересматривает какие-то, где он пересмотрел все-таки свою, свою жизнь, но, наверное, это был тот как раз момент, в его жизни, когда семья, условно, или то, что называем, как бы, семью, то есть, по сути дела, братья-сестры пришли, то есть, стали мне вещать, у него все очень активно, потому что, ну, как, получается, родственник, лежащий в больнице, то есть, ну, там, да, режиссер, там, он там еще кто-то, на самом деле, у него один из братьев оказался писателем, достаточно известным, и сам он человек потом вспоминает, то есть, когда к ним подошел, как бы, мужчина, то есть, дальше вот там обнимает, он говорит, а ты кто? Он говорит, как кто? Я твой брат. То есть, отношения вот все-таки семейные, ну, звучит очень странно, потому что, когда читаешь, мы начали, я что-то хочу еще оставить, заказать, полистать, но как же выписывают, по сути дела, отношения в семье, вот по редкостным интервью, которые, по кусочкам, которые удалось собрать, там все было очень скупо на эмоции, поэтому все персонажи, особенно мамы, а у Манчелли, они такие, с одной стороны, то есть, они всегда, мне кажется, двулики, то есть, если мы вспомним маму, которая была, знаете, про антисерпент, она вроде тоже, то есть, там семья, то есть, явно там что-то все равно не так, то есть, это не тот очаг, семейный, к которому все, то есть, куда все хотят попасть, то есть, понимаем, что они там все врут просто в нагло, и, наверное, это тоже очень интересно. О, я нашла как раз по поводу, я нашла по поводу жен, то есть, если мы возвращаемся по поводу жен, то есть, ему постоянно кто-то звонил, как Салерни вспоминает, то есть, что, значит, был такой разговор, на конверсационной как у нас, чем мари, оки парла, ла фидансата, айшон ла мули, куичи, соно следующий комитет дастирары, севоли, вини, ра сиханута. То есть, он уже, видимо, настолько был налажен, вот этот вот, они звонили постоянно, он был любитель женщин, хотя он, с другой стороны, он всегда признавал, что если я люблю одну, я буду, верен как в фильм, который я снимаю, то есть, если я начал что-то снимать, то я продолжу снимать этот фильм, как бы лево-право, то есть, никуда не сдвигаюсь. Но, о любви, манчелли к дамскому полу, то есть, всем известно. Вот, поэтому, эта история у них, соответственно, тоже. На эту историю тоже нужно обратить внимание, то есть, по сути дела, то есть, взаимоотношения, то есть, персонажей с точки зрения мужчины и женщины, мама, сын, вот эти моменты у него очень часто пробегают. После того, как он вышел из больницы, может быть, кто-то смотрел, он принял участие в сборнике, который назывался «Додичи Реджисти, пардодичи Чита». Документальный фильм, где очень, там, был Антониони, там были Деталучи, там был Зефирелли, Латвадо и так далее, то есть, о которой каждый снимал такую мини-зарисовочку про свой любимый город. На самом деле, удивительная абсолютно штука. Я помню, что ему тоже хотелось сделать по нему что-то вроде страноведческой истории, но пока пока где-то там. Последний фильм, который он снял, это был в 2006 году «Роза пустыни», как Муничелли сам отмечает, его приглашали сценаристом, его приглашали снимать фильмы, но всегда, то есть, как бы он читал некий вопрос в глазах этой приглашающей страны и серии «А доживет ли он до конца?» Понятно, что он уже был достаточно много лет, и он говорил, я, ребята, не бойтесь, но, говорит, я просто читал просто этот вопрос всегда у них в глазах. До 2006 года что он еще сделал, то есть, на самом деле, не благодаря, наверное, Марио Муничелли, то есть, он сделал важные жесты в сторону российского кино, потому что, когда в 2003 году он возглавлял жюри фестиваля в Венеции, и когда он не пошел на поводу собственных убеждений итальянского общественного мнения, которое требовало наградить главным призом тогда была картина Белокьо за убийство Дальдемора, а «Золотой лев» достался возвращения Андрея Звягинцева, за что, соответственно, телемагнаты ему пригласили лишить его субсидий на будущие проекты, а Марио Муничелли сказал, «Ребята, я достаточно стар, чтобы обойти для вашей поддержки», и, собственно говоря, последний фильм как раз я снял в 2006 году, это был фильм «Роза пустыли». Последние годы он жил по условиям чтобы оставаться живым как можно дольше, и действительно, наверное, это тот режиссер, который принимал определенные волевые решения, потому что родил дочку в 1979, а ушел из жизни в 1995. Его хоронили просто все Италии, и он говорил, что он с педаликами, фарентиками, и он уже вспомнив так. Уже пометую, то есть вспоминаю то, как он оказался на больничной койке после автокатастрофы, он понял, что он не хочет этого. То есть, если вы почитаете биографию, то есть, попал с раком простаты, и там уже со зрением были проблемы, и он просто вышел из окна. Это было его прям принятое решение. Он понимал, что он делает, понимал, зачем это делать, он просто сказал, что я не хочу ни от кого зависеть. И те, по сути дела, коллеги, то есть, Ауреи Лауренки, из которой мы знали, что это тот человек, который был очень большим стерзнем, и что он действительно хотел всю свою жизнь быть независимым, быть автономным, потому что я это принимаю, уважаю, и, наверное, это стоит только принять, и не больше, потому что на самом деле этих людей, комментариев очень много, даже от ныне живущих режиссеров и актеров Де Лаурентиса и Карла Вердоне, которые говорят, что они все понимали, что уже возраст был определенный, то есть, что Моничел об этом говорил и не раз, и не два, то есть, об этом говорил везде, и что не хочет, хочет просто говорить, что я приму, то есть, у меня свои отношения со смертью, и когда я решу это сделать, тогда оно и будет, поэтому тут на самом деле он вообще ни разу не покривил душой, вот, и он, наверное, останется всегда вот таким, наверное, грустно-трагическим комбикам, поэтому я сейчас хотела посмотреть такой небольшой, можно сказать, ролик на Маджо Моничелли, который, на самом деле, их много, если вы потом захотите посмотреть на YouTube, очень много есть, и последние интервью Моничелли есть, и вообще вот разные периоды, 80-е, 90-е, то есть, последние после 2000-х, там есть очень много кусочков интервью, которые вы можете посмотреть. Это культуры, это все, что делает нашу пенисула , это что в мире имеет свою существование, свою известность, свою живость. Если в целом, в целом, в целом, это не только cinema, в идеале не остается ничего, если нет, но и афаризм, и крик, люди, которые пытаются оборваться, оборваться и не контролировать. Эта культура, которая может быть еще позитивная из Италии. Ну и собственно говоря, как говорится, на этом я сегодня хотела закончить, потому что я не планировала рассматривать ни фильма, ничего, просто останавливаться на биографии каких-то отдельных моментов. Понятно, что мы сейчас просто экономим время для того, чтобы немножко подготовиться к обсуждению. Поэтому, если у кого-то остались какие-то вопросы, то задавайте, если сходу смогу ответить, то отвечу, а по фильмам будем, соответственно, бродить уже более, скажем, прицельно, конкретно по тем, которые выбрали, ну и вплетая туда, то есть близко стоящих, по крайней мере по годам, либо которые, то есть там по ТАТО попробуем объединить, то есть хотя бы как-то, да, поэтому если кто-то захочет посмотреть, то посмотрит потом. Он такой, на самом деле, несмотря на то, что вроде комедиограф, да, и отец комедия, то есть фильмы-то на самом деле они такие прям, жизнь такая совсем простая, но сильный, сильный человек. Посмотрите, если посмотрите интервью, хотя бы парочку, мне кажется, что можно, то есть он очень интересный, то есть его видение, то есть я не беру даже, политические взгляды, хотя он в политике участвовал, папа повлиял на это, и вообще, то есть умел отстаивать свое мнение, но хотелось по общим каким-то моментам пробежать, да, поэтому на зале, то есть он опроводил ретрахт, чтобы, то есть не было цели прям вот полностью глубоко сделать анализ всех персонажей, потому что, знаете, мы пришли с вами, наверное, я даже думаю, часа даже не на три больше, потому что каждый фильм, по сути дела, уникален, но я думаю, что мы вот за счет встреч уже по конкретному кино там уже разберемся. Поэтому, если какие-то вопросы есть, то задавайте, либо я ставлю, соответственно, тогда на стоп. Кто-то нас не посмотрел, нас посмотрит, а вам спасибо за ваше время, учитывая, что сегодня воскресенье. Спасибо, Катенька. Спасибо большое, очень интересно, как всегда.